Предприятие проводит сейчас гидравлические испытания. Сегодня мы проводим гидравлические испытания по высшим давлением по основной магистральной ветке по Болгуна. Те испытания, которые провели на прошлой неделе, проводили мы их несколько раз. По магистральной Покропоткино у нас вышло 9 порывов. То, что касается порыва на улице Хмельницкого, ситуация была отчасти непредсказуема, потому что обычно у нас, мы знаем, где старые трубы, где мы планируем менять трубы, а где планируем просто заварить швы. Вот на перекрестке Свободы и Хмельницкого, в принципе, планировали заварить швы. Но оказалось, эти работы делались еще в советские времена, и там произошел переход диаметра труб на трубу меньшего диаметра. То есть там стоит 325-я, произошло на меньшую диаметру. Гидравлическое сопротивление там. Да, и в этом месте вылезло, в принципе, у нас такой трубы в наличии не было. 373-я не подходит, но она не влезет туда с изоляцией. В этом и на сегодняшний момент у нас вот такой вот стопор по этой точке. И кроме того, там трубы, которые там находятся, они действительно очень старые. Да. На сегодняшний момент, просто я вот дойду до этого этапа, я объясню ситуацию. Предприятие, в общем-то, рассчиталось за природный газ в прошлом отопительном сезоне. Если учитывать льготы и субсидии, которыми мы закрыли протокол мартовский, 2 миллиона 480, мы рассчитались на 99,13%. Но учитывая, что НАК отнес на предыдущие периоды 23, чуть больше 23 миллионов, процент, естественно, получается меньше. Поэтому, ну, оборотные средства вот есть такие, как они есть. На сегодня население рассчиталось уже 86,7%, то есть, если на прошлой оперативной я докладывал, это было 85%. Погашение задолженности происходит. Но, к сожалению, ситуация сейчас выглядит таким образом, и этот вопрос я поднимал на коллеги ЖКХ в обл. администрации. На сегодня вот тот процент прихода, вернее, денежных средств, которые остаются в распоряжении предприятия, это 16% средств, поступающих при уплате населения, явно недостаточно. А если учесть, что у нас еще по алгоритму раскладываются только деньги, которые приходят непосредственно с живыми деньгами, те платежи, которые проходят через банки, а вот льготы и субсидии вообще на алгоритм не заходят, то у нас практически, получается, мы имеем долю 16% от 37% средств, которые идут с живыми деньгами. То есть, практически 10% предприятий имеют денег. Естественно, на этих денег недостаточно для того, чтобы мы рассчитывались, вернее, могли приобрести и трубы, и, в общем-то, выполнить другие функции, которые мы обязаны делать. Поэтому очень надеемся, конечно, что что-то поменяется, по крайней мере, то, что было сказано на коллеге, что ожидается изменение 217-й постановы. Единственное, кто задал этот вопрос, это был руководитель, исполняющий обязанности желтового теплоседского рынка. Другие этот вопрос не задавали, либо побоялись, либо вообще не понимают. И на этот вопрос было сказано, что в этом направлении работают. То есть, жители должны понимать, что деньги, которые получают предприятия за счет субсидий, за счет проплат за эти услуги теплопоставки, они предприятию, все не получают предприятия. То есть, большая часть, это получается процентов сколько? Ну, мы имеем 10% фактически. Предприятие за этих денег всего имеет 10%, и пусть и вот как хочет, так приятно. Вот такая вот история. Да, мы ожидаем, что все-таки 217-я постанова будет изменена, и будет раскладываться по алгоритму льготы и субсидии, и будет какая-то изобретена схема в Украине, которая даст возможности нашему предприятию проводить зачеты. Но на сегодняшний момент мы имеем вот такой вот факт неудовлетворительного финансового состояния. Поэтому, в общем-то, мы делаем максимально возможное. В любом случае, мы просчитываем варианты, когда мы можем получить измененные проценты по алгоритму, закладываем определенные планы в систему Прозора, чтобы приобретать в те или иные моменты те или иные позиции, в частности, трубы. Но, к сожалению, здесь есть такой вопрос. Я еще хочу сказать, что у нас мы уменьшили задолженность перед НАК «Нафтогазом» уже после окончания отопительного сезона на 1.614.000 уже за последние 18 дней апреля месяца и на 269.000 перед зараспортом природного газа, перед Днепропетровск. То есть, в данном случае мы проводим работу и тут, как говорится, никуда не денемся. Ну, еще раз замечу, что львиная доля денег идет в НАК «Нафтогаз» за потребленный природный газ. Ну, из того оперативного коллеги, в котором мы участвовали, из тех визуальных материалов, которые нам предоставляли, я увидел, что «Желтородская теплосеть» по сравнению с другими теплосетями имеет наименьшую задолженность за газ. Правильно? Ну, в принципе, да. Ну, мы не имеем неплохие показатели, но просто... Тем не менее, нас почему-то отключали. А большие города, как Ливорог, Днепропетровск, имеющие за газ миллиардные, миллиардные долги, никто не отключал. Вопрос. Это делалось объективно или все-таки с каким-то умством? Да, ну, можно, если позволить, я добавлю информацию, скорее, что на сегодняшний день потребители области должны за природный газ 4 миллиарда 851 миллион. Поэтому это сумасшедшая сумма, одна из самых крупных по Украине. И причем более 2 миллиардов должен Кривой Рог, более миллиарда... Миллиард? Да. А в годы 41 миллиарда. Да, мы имеем сооружение с копейками, да. При этом уменьшаем. Ну, в общем-то, предприятие настроено позитивно, оптимистически. Я думаю, что мы будем работать, чтобы нормально подготовиться к новому отопительному сезону. По поводу отключения от централизованного отопления. Из опыта Львова неприятный будет, скажем, итог для потребителей, которые хотят отключиться от централизованного отопления во Львове для их, к сожалению, представления. Разрешено отключаться либо подъездом, либо домом. Квартирами отключаться запрещено. Тем не менее, мы выносим на исполком решение, которое предусмотрено отключение квартиры, в том числе, если в этой квартире действительно имеется техническая возможность и действительно проблема с централизованным отоплением. Мы такое на сессию выносим. Тем не менее, опыт Львова говорит, ну, Криворог вообще запрещено отключаться, кто не знает. А во Львове либо подъезд, либо дом. Варианты других. Такая вот история. И по поводу индивидуального отопления, опыт других городов. Сейчас Марганец идет по пути полностью, попытается за это лето подключиться весь город на индивидуальное. Тем не менее, опыт таких городов, как ПГТ Петрово и Вольногорск в том числе, не удалось до сих пор подключить все квартиры на индивидуальное отопление. Не удалось. В Вольногорске я с мэром лично беседовал, более 20% квартир остается без, скажем, источников, имеется в виду обогревателей, которые либо автономное отопление электрическое, либо газовое. Греются кто как может. Более 20% Вольногорск, город в два раза меньше, город в Желтой воде. Ну и Петрово то же самое. То есть те потребители, которые лелеют надеждой, что можно весь город одновременно с маком палочки переключиться на индивидуальное отопление, значит это ошибка практически невозможна. Даже при любых деньгах, колоссальных резервов невозможно. Есть жители, которые не живут, отсутствуют. Есть, которые вообще там ведут аморальный бред жизни без денег, без средств существования и так далее. То есть денег даже если это... По Желтым водам, по моим меркам, это сотни миллионов для того, чтобы перевести город на автономку. Это сотни миллионов, я думаю, даже до миллиарда. Где-то такая вот сумма. Вот такие дела. Так, все. Есть данные по другим городам, я могу, в принципе, дать информацию. Курак, да, дайте. То, что было сказано на коллеге, вот продолжение информации Владимира Васильевича. Вот по Никополю выступал заместительный городской главы Чернышов. Он сказал следующее. На сегодняшний момент 8,5 тысяч человек остается на центральном отоплении. Это 521 дом. Ну, в общем-то, видимо, дома небольшие, поскольку это больше домов, чем в Желтых водах. И вот они обратились с просьбой в ДТЭК, с тем, чтобы они профинансировали технические вопросы перехода на автономное отопление вот этой части населения. Цена вопроса 270 миллионов гривен. И это вот в планах, возможно, будет на следующий год у ДТЭК. То есть вот такой вот вопрос. У Маранца 5,380 человек еще остается на центральном отоплении, там две котельные будут работать. У Арджиникидзе 4800 человек на центральном отоплении. остаются и уже, в принципе, там прекращено, есть решение городского совета о том, что центральное отопление уже не будет. То есть вот такие вот проблемные вопросы, поэтому я соглашаюсь. Действительно, это вопрос, ну скажем так, требует значительных капиталовложений и определенного времени. То есть за отопительный сезон это сделать нельзя. Ну, вот Воленборск начали эту эпоху перехода в город на индивидуальное отопление, я с вами писал, примерно с 2008 года. И еще раз, на сегодня более 20% так и не смогли подключиться на индивидуальное отопление. В город два раза меньше нашего. Вот такая история. За год, за два это практически нереально. Значит, в наших планах разрабатываем мы программу развития теплопоставки в городе Желтой Воды, да, будет такая программа. Будем идти по пути усиления, в том числе вложения денег, очевидно, за гранты, за деньги программ усиления электрических сетей, трубопроводы газовые там увеличивают, диаметр и так далее. Ну, еще раз говорю, напоминаю, за один год, за два это сделать практически невозможно. И из опыта других теплопоставляющих организаций, ну, Желтоводская наша теплосеть по сравнению с другими, я считаю, наиболее эффективно работает, по крайней мере, не знаю, с чем